доброе утро мои хорошие доброе утро мои друзья с вами ваша елена рада всех приветствовать на моем канале у нас утро время начало одиннадцатого сейчас приготовлю омлетик вот из трех яиц не знаю кто будет кушать из девчонок но я точно с удовольствием просто покушаю это захотела так я омлета просто не может девчоночки готовлю омлет всегда взбиваю яйцо только вилкой без всяких миксеров без всяких венчиков яйцо любит вилку девочки вот взбила после этого добавляю молоко у меня молоко комната температуры девочки добавляю молоко сейчас вам все покажу мои хорошие я обычно все это делаю на глаз и опять вот так все дело перемешиваю видите сегодня в какой кофточке у нас на улице холодно как говорится так осенью вот сегодня в такой кофточку прохладно так сейчас это дело перемешаю хорошенько уже нарезала помидорки свежие девчата и свежий перчик уже нарезала зелень у меня кстати нет сейчас позвонила подружки зиночки пообещал завтра мне привести зелень у меня свой огород вот мы сегодня танюха пойдет муж тоже купить зелень и вот мои дорогие вот такой необычки с нами сейчас я его еще посолю вот так посолю сейчас его посуду мои девчонки и поперчу девочки вы не думайте с вечера ничего не оставляли это я живу сегодня уже сам утро колхоз деревне тьма готовила вот смотрите мои дорогие вот какая у меня красота видите сейчас возьму форму смажу ее сливочным маслом немножко у меня здесь маска осталось сливочного и буду запекать в духовке при температуре 180 градусов ну примерно может минут 15 самое большое может 20 не знаю ну вот мои хорошие залила омлетик сейчас поставлю в духовочку духовочка у меня уже разогрелась ночки посудку все поперемыла порядочек навела ну короче говоря хозяюшка хозяюшка омлетик вот такой вот приготовила вкусненький ой вообще обалденно пахнет сейчас буду завтракать а завтракать я сегодня буду считай начале двенадцатого девочки потому что время уже у нас как начале уже около двенадцати время участник будет только завтрак пока туда-сюда и пока туда-сюда короче говоря уже и время к обеду подошло но у меня только сейчас будет завтрак утром правда выпила я чашку кофе с молоком так что вот мои хорошие девчоночки буду кушать такой вкусный омлетик очень вкусный между прочим люблю такой омлет девочки ну вот и что вы все там начинаете опять не писать то то не так то другой не так думай говор не такой то я что-то сказала не так вот допустим последних видео сказала буду готовить бутера ну все началось пишут мне там две такие мадамы такие самые видно умные бутеры что это такое за слово бутеры ну если вы не знаете то вам говорю что это бутерброды далее значит я могу сказать шикардос ну шикардос шикарно красиво что опять непонятно или вы хотите сказать что мы в возрасте плюс женщины не можем себе позволить таких выражений шикардос или же еще мне вообще стало просто очень даже смешно но когда я сказала в своем видео лепота лепота это же так же девочки красота вспомните фильм Иван Васильевич меняет профессию как царь Иван Грустный вышел на балкон и сказал смотрел так на все это и сказал лепота ну это же давно всем известно лепота это красота или у нас что-то в жизни наше поменялось ничего просто не могу понять придираются по всякому как говорится не хорошему этому придираются 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 я знаю что это все значит наши любимые хейкеры ну вы тоже хоть немножко имейте представление о том о чем люди вам говорят не надо писать всякую хрень честное слово вам говорю я конечно блокирую их потому что это тоже ну просто смешно честное слово девчонки неужели вы никогда не говорите лепота шахардос в жизнь не поверю мы женщины еще очень даже молодые девчонки омлет просто обалденные просто обалденно у меня здесь немножко осталось перца помидора доедаю почему так на этом заостряют внимание ничего не могу просто понять неужели так сложно погуглить зайти в интернет посмотреть что это за слова слова читания допустим там какие-то вы вымыл типа уже вообще куклу не знаю как я куклу но вы точно куклу кто мне это пишет я знаю что это не мои подписчики потому что мои подписчики такую ерунду писать просто не будут ну там все хейтеры делают бедно балдеют приходит в экстаз от такого состояния когда они пишут гадости или у вас мужика давно не было ничего не могу понять девочки обалдеть вкусно поела позавтракала или уже пообедала пообедала я очень люблю бульончик остается от омлетика очень вкусные ммм тарелку мяло ну вообще просто красота девочки просто красота так что не надо мне вот этого писать и знаете это все ничего но здесь так же я выписал для себя значит пишут про моего мужа про Володю я вам всем сразу хочу сказать что отношения никогда не бывает гладкие в каждой семье происходит то или иное и если мы с вами будем зацикливаться на правильном и неправильном что произошло в нашей с вами жизни у меня допустим с моим мужем уже 35 лет совместного брака да да были разногласия были недопонимания все у нас с ним было даже собирались разводиться но мы же этого не сделали вот и когда мне люди пишут что вот ты простила измену как ты могла так сделать до сих пор девочки получают до сих пор получаю эти сообщения и хочу вам так сказать что вы проживите с моё вот как мы прожили с моим мужем с Володей проживите с моё а потом уже мне пишите там всякую гадость я считаю так что если женщина решила простить значит есть есть такой повод чтобы можно было мужа вернуть свою семью как говорится в свой дом если женщина не видит этого то она никогда не простит но на моей памяти на моём опыте у меня муж просто прекрасный вам бы ещё такого поискать как говорится девочки так что не надо тоже меня в этом винить в этом хаять как-то оскорблять меня что ты такая сякая мол типа здесь нам рассказывала что уже всё дело у вас до развода теперь ты вдруг его здесь взяла и простила простила да простила я считаю что за это можно простить можно простить и можно принять человека с которым ты прожила более тридцати лет если вы со мной не согласны то извиняйте у нас с вами разные какие-то понятия о жизни о судьбе но я считаю что это я сделала правильно и сейчас то 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 как говорится об голову постучать добрый час сказать все хорошо все хорошо и не надо мне в этом упрекать не надо никому не советую это делать неизвестно что у вас будет завтра и как вы себя поведете возможно возможно у вас все будет прекрасно и хорошо а возможно и такое что вы потом захотите вернуть это время а не сможете вот и все или вернуть те же самоотношения а у вас не получится так что никогда никого не осуждайте никогда жизнь очень сложная штука очень трудная штука очень долгая штука и когда человек ошибается оступается если вы видите что можно спасти ваши отношения то почему бы и нет я так поступила и не жалею об этом ни разу мы все с вами ошибаемся мы все с вами оступаемся и у каждого есть свои какие-то скелеты в шкафу в каждой семье такое имеется нет просто идеальных отношений нет идеальной семьи такого нет просто даже самые любящие супруги которые уже прожили ого сколько много лет как говорится кто-то 30 кто-то 40 кто-то 50 у всех есть о чем можно сожалеть но у них также есть о том что можно сберечь вот этой ситуации я и воспользовалась надо беречь то что имеешь вот и все мои хорошие а если рассуждать допустим с такой точки зрения что есть семьи которые просто идеальные то у меня простите если есть такие семьи но их просто единицы просто минимум просто я не знаю год капля в море потому что если бы такое было что все было в семье хорошо то у нас не было бы столько разводов но кто умеет сохранить то что имеет кто умеет сберечь то что нажил тому просто как говорится если вы со мной не согласны пишите свои отзывы в комментариях но я так считаю что если тебе суждено Богом прожить с этим человеком что бы там ни случилось что бы там ни произошло в вашей жизни то все так оно и получится вы все равно будете с ним вместе если вам суждено остаться одной вы останетесь одна будете одна детей растить воспитывать поднимать у вас это все будет но надо все таки рассчитывать на лучшее и если есть такая возможность сберечь свою семью обязательно это сделайте обязательно иначе упустите тот момент который дарован дарован вам вашей судьбой вот и все я сейчас знаете не беру во внимание такие случаи где вообще уже мы просто мужья там жены обновлевшие такие которые оставляют свою семью один раз оставили потом вернулись другой раз оставили потом вернулись третий раз в общем таких у нас тоже очень многое семей которые не соблюдают как говорится не соблюдают тех правил которые должны быть в наших семьях это плюс и не изменяй это плюс и дороже всем что имеешь это плюс и то что семья это семья это дороже всего дети дороже всего если такие у нас семьи имеются то они у нас имеются тоже но их очень очень мало а в основном у нас как говорится особенно вот моего возраста плюс и тут семьи более благополучные молодежь сейчас она не считается ни с чем сошлись пожили не понравилось развелись опять женились в общем у них совершенно совершенно другие понятия по семье я очень хочу допустим чтобы мой сын моя дочь были счастливы чтобы они обрели свою семью чтобы у них все сложилось все у них получилось хотя у меня сын тоже был два раза женат развелся не получилось не получилось вот но все-таки хочется верить в то что все получится у них и что у них так же все сложится так что мои хорошие не надо мне писать всякие гадости насчет моей личной семье сегодня вы живете просто прекрасно у вас прекрасная семья у вас все просто замечательно а завтра проснетесь а у вас все плохо бывает такое и очень даже часто и именно кто говорит что у меня всегда будет просто все в шоколаде такого редко случается девочки и мальчики редко очень судьбу не обманешь судьбу не обгонишь то что тебе предначертано твоей судьбой то ты и пройдешь вот тебе предначертано судьбой пройти вот этот путь ты его будешь проходить никак не иначе обмануть тоже судьбой нельзя нельзя просто но ты уже родился с этой судьбой ты родился и уже пошел по жизни с тем что тебе предначертано свыше значит у меня такая судьба значит у моего мужа такая судьба у моих детей такая судьба дай бог чтобы у внуков моих была судьба намного лучше чтобы они жили намного комфортнее счастливее чтобы у ваших деток все было хорошо и все сложилось прекрасно дай бог мои хорошие никогда никого не осуждайте никогда не говорите гоп пока не перепрыгнете нельзя людям желать плохого вам пожелали плохого в ответ скажите а я желаю вам счастья к вам это все вернется если человек вам пожелал плохого он все равно свое получит ну а вы будьте мудрее будьте умнее желайте только добра и счастья вот как мне сейчас пишут мои хейтеры или там не хейтеры я не знаю может такие женщины у меня на канале появились которые меня смотрят и тут же стараются меня обхаять что вот ты такая там сякая а я им пишу и я вас всех очень люблю но тут же сразу их блокирую чтобы они мне больше не писали гадостей вот и все главное быть умнее тех людей которые вам пишут гадости девчонки мальчишки я вас всех очень люблю все всем вам желаю только счастья и здоровья еще раз вам всем напоминаю что не надо мне писать гадости я вам не буду просто отвечать я вас буду просто блокировать и в итоге вы получите обратный бумеранг он к вам вернется даже если я вам этого не пожелаю просто успеют прочитать мои подписчики эти все сообщения и они вам пожелают просто мысленно пожелают и вы получите обратный бумеранг вот и все его пока никто не отменял друзья кому понравилось видео не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал и включайте колокольчик чтобы не пропустить следующее видео ну а я на сегодня с вами прощаюсь пока пока всем вам поцелуйчики все мы по кашечке увидимся с вами ваша Елена